Здарова, народ! Вот и пришло время отчитаться за прошедший январь. А ведь в лиге за этот период произошло откровенно так немало. Снова презентация сразу трёх именных моделей. Наступление будущего, массовые гивэвэи, крутые колорвэи и кастомы. Также в этом видосе вас ждёт традиционная угадайка в конце. И, само собой, кое-что ещё. Это Кроссовки.нет и я предлагаю вам лучших из лучших, на мой субъективный взгляд, которые в этот раз будут представлены в виде ТОП-25. Ну что, погнали! На самой верхушке нашего январского топа расположился неутомимый бородач, который неуклонно затаскивает свой Хьюстон кверху в зону плей-офф. Не иначе, как хочет сделать дубль MVP регулярки. А на его ногах кроссовки Volume 3 в симпатичных красно-розовых тонах. И если у вас возник вопрос, почему такое низкое место, то просто посмотрите мой подробный обзор. Или же сходите в магазин, где его новинку уже продают с хорошими скидками. Так что, извини, Джеймс, от меня пока лишь 25-е место. Иной раз обычные командные модели выглядят настолько миленько, что определённо заслуживают моего внимания. Именно поэтому в рейтинг просочились и без того симпатичные кроссовки Jumpman Hustle, но в эксклюзивной расцветке ник, который нам продемонстрировал Тим Хардовый младший. Продолжающий свой крестовый поход по славу благотворительности и себя любимого, Спенс Динвиди не перестаёт надевать кастомы своих же кроссовок. И лишь травма, к сожалению, смогла остановить этого талантливого парня. Я уже рассказывал вам в своём видео его непростую, но при этом позитивную историю. Так вот, в рейтинг попал один из многочисленных кастомов Спенса. На этот раз посвящённый Дрейку. Именно его я и разместил на 23 место. Даже в таком дремучем болоте, как сегодняшний Чикаго, иногда светит солнышко. И как выясняется, это ни разу не Кармелла. Имя этому солнышку Зак Лавин, игра которого лично мне очень импонирует. Особенно после травмы или после перехода в Адидас. Такое ощущение, что этого парня тупо развязались руки. Хотя в его случае всё-таки многие. И он начал валивать не только в быстрых отрывах, но и прямо с игры. Ах да, Адидас. Парень выбирает разные игровые модели бренда. Но в сегодняшний рейтинг он попал из-за переосмысления классики. Кроссовок Адидас Тимак Миллениум. Зак их надел симпатичные бычьи расцветки, выполненные эксклюзивно для него. Но учитывая тот факт, что я всё-таки предпочитаю классику, да и сами Миллениумы в плане дизайна, на мой взгляд, получились несколько спорными, от меня они получают только 22 место. Местом ниже расположился молодой хан Золотой Орды, со своей очередной расцветкой своих же шестых именных, на которые я, к слову сказать, планирую сделать обзор. И честно говоря, поначалу дела у Стефа в них как-то не заладились. В этом моменте он неудачно стал на нагуловина. Чуть позже вот эта непонятная пробуксовка. Но следом дела пошли заметно лучше. А нет, снова факап. Ладно, на самом деле, конечно же лучше. Новый рекорд по трёхам и попадание в топ-3 снайперов всех времён, включающие признание самого Реджи. А это, согласитесь, дорогого стоит. Но не настолько дорогого, Стеф, так что наслаждайся пока 21-м местом. Двадцатку за собой застолбил Кевин Дюрант и его 11-й именная модель, которая продолжает слетать с его ног. В этот раз расцветка Black History Month. Кто там расспросить, почему так низко? Ну, друзья, просто расцветка-то не фонтан. Вы можете сказать что угодно, но лучший БХМ в Найке был в 2015 году, когда колоровые были настолько чумовые, что я прикупил себе семёрки от Дюрантовой, даже не своего размера, дизайн которых мне в принципе вообще не зашёл. В этом году, как и в прошлом, кроссы этой коллекции получились, ммм, как-то так себе. Сори, Кев, ну лишь поэтому от меня тебе светит лишь двадцатка. На девятнадцатом месте расположился ещё один воин. Да, он наконец-то дебютировал. Отрадно, что первые очки за свою новую команду добыты... посредством мощного данка. На ногах Буги уже известный вам по предыдущим выпускам Puma Clyde Core Disrupt в интересном чёрно-белом колорвее. С дебютом тебя, здоровяк! Ты давай это, обустраивайся тут! На восемнадцатом месте у нас Джереми Лин, который, несмотря ни на что, ещё в лиге, к тому же на вполне себе нормальном контракте. Гордость поднебесный надел очень симпатичную низкую кастомную версию Crazy Explosive. Крутая модель и определённо крутой колорвей, посвящённый китайскому Новому году, заслужили от меня восемнадцатое место. Чуть ниже у нас знакомый вам по предыдущим моим выпускам Лэнгстон Гэллоуэй, примеривший очередной кастом своих Q4. Будучи солидарным со своими коллегами по цеху, он также надел кроссовки, посвящённые Мартину Лютеру Кингу. Рискну навлечь на себя гнев чёрных братьев, но, честно говоря, данное место он заслужил другим своим кастомом. Вот этим, посвящённым Терминатору, одному из моих любимых фильмов и, само собой, любимых киноперсонажей. Именно поэтому я и не устоял. Иной раз обычные командные модели выглядят настолько симпатично, что определённо заслуживают моего внимания. Опа, вроде это уже было. Ну да, бог с ним, ведь не было этих низких хорхейвок, которые надел Уилл Бартон. Очень симпатичные цыплячьи расцветки, которые идеально подходят под игровую джерси-самородка. Годная игровая модель, симпатичный колорвей, что ещё нужно для 16-го места. На экваторе расположилось будущее. И пока вы чешите репу, сообщаю, что именно так, не больше и не меньше, Найк анонсировали свою новинку баскетбольных кроссовок Адапт ББ. И лига, в свою очередь, дружно сошла с ума и подхватила данную тему. Ведь чуть ли не каждый второй эндорсер крылатого бренда либо снялся в рекламе, либо в едином порыве надел эти кроссовки. ББшки дошли даже до игроков колледжей. Речь о небезызвестном монстре из Дьюка, который также примерил Адапты в недавнем матче с Джорджио Тех. Да, первое видео о Зионе есть уже на канале. Обязательно его посмотрите. Ух, в Адаптах действительно отбегало немало народу. Но если выбрать кого-то одного, то пусть это будет, скажем, Тейтум. Не обижайся, Лука. Кто, я расстроился, я нормально. Ведь именно Джейсона, как мне кажется, Найк как раз и сделал лицом данной модели. И, собственно, почему бы и нет. Да, пока Лига продолжает сходить с ума по самошнурующимся Адаптам, Демар Дорозен остается верным себе. А также клятве верности, которую он принес своему гуру. Проще говоря, он снова выбирает Коби. На этот раз его одиннадцатые номерные версии Мамбо Айди. Он нашел таки годные колорвей, которые идеально подходят под игровую форму шпур. Красавчик Демар. Стабильность – признак мастерства. Местом выше расположился Весбрук со своей второй игровой моделью. Кроссовки под стать самому расу получились достаточно странными. Их внешка выполнена посредством объединения плохо сочетаемых по цвету и текстуре материалов. В итоге Y-Note 02 выглядит несколько олеповато и я бы даже сказал комично. Но, друзья, когда подобное останавливало самого Весбрука? К счастью, у данной модели есть и более приятные расцветки. Как, например, вот эта. Да, большинство расцветок Весбрука мы представили в нашей группе ВК. Если вы их не видели, значит, вы тупо на нас не подписаны. Ай-яй-яй, давайте-ка исправляйтесь. На 12 месте у нас неожиданный персонаж. Это некий Хамиду Дьяло. Защитник из Оклахомы имеет контракт с нательниками и отличную память. Последнее, к слову сказать, напомнило ему первый именный карик, который он пропустил через сервис Icon, аналог найковского ID. В итоге получается достаточно миленький колорвей в цветах Оклахомы, что, как мне кажется, оказалось вполне достойно 12-го места. Немного не дотянул до верхней десятки коллег Грасса по Оклахоме, также представившей миру свою очередную именную модель. Своё отношение к этим кроссовкам и этой их расцветке я подробно изложил в своём видео. Так что, кому интересно, можете глянуть. Но если в двух словах, то получилось как-то слишком похоже на предшественников. Да и дебютная расцветка, прямо скажем, на любителя. При этом прочие их колорвей смотрятся вполне себе приемлемо. Как, например, вот этот. Нет, пардонте, не тот снимок. Бахенки вообще страшнючки. Я вот об этой их расцветке, которую я и расположил на 11-ю строчку своего рейтинга. Ох, друзья, чую, что мне нужно быть политкорректнее. Ну, вы знаете, как Оскарским киноакадемиком с Чёрной пантерой. Но в моём случае с расцветками, посвящёнными чёрному самосознанию. Ладно, кроме шуток, пятые Ирвинги не нуждаются в афроподачках. Эти кроссовки привлекательны практически во всех представленных расцветках. И несмотря на то, что, как я сказал ранее, последняя коллекция Black History Month мне, ну, как-то, вообще не зашла, даже в этом Colorway пятёрки смотрятся вполне достойно. Насколько достойно? Лично от меня десятое место, на которое я их расположил. Вместе с надевшим их мистером Ирвингом. Батя продолжает пылить на паркете. И, как всегда, делает это он со стилем. Свой прощальный сезон он проводит сразу в двух своих именных моделях из параллельных линеек. Самое забавное, что наиболее сочные расцветки достаются его бюджетным кроссовкам. Ленинг Way of Weight All City 7, как, например, в этой версии кроссовок, которую ленинги прислали ему вот в таком памятном боксе. Да, именно, их вейд раздал парочке случайно осчастливленных фанатов. Среди игроков НБА сейчас популярна традиция отдавать свои игровые пары случайно выбранным детишкам. Многие звезды лиги были замечены за этим богоугодным делом. Не исключением стал и Донован Митчелл, порадовавшись сразу нескольких юных фанов. В этот конкретный раз школьник ушел с парой подписанных кроссов в эксклюзивной расцветке, в которой до того бегал сам Донован. Но в наш топ защитник джаз попал из-за другого колор-эвея. Вот этот кастом Adidas Pro Vision не оставил у меня никакого сомнения, что чувак просто обязан быть прописан в данный топ. Счастливая семерка осталась за Манреслом Харролом, будущим Сникер Кингом. Хотя это еще писеми по воде Вилина, ведь действующий-то король походу никуда не собирается. Но погодите, еще дойдем и до него. Манресл в этом месяце также показал нам откровенно до хрена и больше. Выбрать что-то одно было очень непросто. Не знаю, пусть это будут Nike Air Max LeBron 7 в расцветке China Moon. Не верю, что кто-то в здравом уме может быть против. Кстати, ребят, есть видос, в котором этот чувак рассказывает о своей коллекции. И поверьте, она у него такая... в смысле мощная. Интересно бы вам было увидеть перевод данного видоса у меня на канале. Пишите, а мы движемся дальше. И на шестом месте у нас Торин Принц, который порылся у себя в антресолях, порылся и извлек оттуда Nike Zoom Soldier 3. Аж 2010 года выпуска. Но, друзья, вы же понимаете, что это не просто третьи солдаты. Это их невероятно редкая расцветка под названием Fairfax. Устоять просто невозможно. Вот я и не устоял. Именно поэтому от меня шестое место. Открывает верхнюю пятерку Майлз Бизли, примеривший за этот месяц сразу три расцветки пятых элитных именных кроссовок своего школьного товарища. И как по мне, это просто заебизли. Почему так? Да просто я обожаю эти дюрантулы. Искренне считаю их одной из лучших низких игровых моделей за все время. Вероятно, Майкл считает так же. И посему от меня столь высокое место. Местом выше расположился не кто иной, как Алонзо Трир, засветившийся в моих любимых пятых Коби в расцветке Биг Стейдж. Кто-то может сказать, какого черта? Ранее это сделал Пиджей. Да, все так. Но ему и без того есть, что нам показать. Пойти пить-ка чутка. Но Алонзо в данном топе так же не случайный пассажир. Ведь до пятых Коби он побегал в Коби 7. Что лично мне так же зашло. На пятерке есть пятерки, тем более в столь приятной расцветке. Так что оставляем четвертое место за юным Зо и совсем уже не юными Коби 5 Биг Стейдж. Тройку финалистов открывает старый мельник. Винс наше все Картер. Этот умудренный возрастный ветеран не только в состоянии дать игрокам старта качественные минуты, но и по-прежнему может заколотить сверху. А что он еще может, так это порадовать нас классическими кроссовками Nike Shocks BB4, которые он пообещал надевать до окончания данного сезона. Расцветки он демонстрирует разные и очень даже годные. А те из вас, кто считает, что Винс не заслуживает столь высокого места, доживите-ка до 42 лет и попробуйте поиграть на подобном уровне в топовой лиге мира. Да, с прошедшей тебя днюхой, Винс. От меня законная тройка. Признаюсь честно, изначально планировал совсем другой расклад, но когда увидел, что припасном этот парень, под конец месяца понял, что придется вносить серьезные корректировки. Некоторое время назад Бэм Адебайя уже успел наделать шума своим кастомом 11-х жориков версии Хит. И судя по всему, чувак понял, на чем стоит выезжать. Да, он продемонстрировал нам еще один кастом и снова 11-х, но на этот раз тема посвящена статику, известному персонажу DC-шных комиксов. Как по мне, получилось настолько стильно, что даже достойно второго места в нашем сегодняшнем рейтинге. Ну вот мы и дошли до первого места, на котором, как вы наверняка догадались, расположился король собственной персоны. Нет, не тот король, что обитает в LA, а обувной король. За один лишь этот январь PJ надевал столько, что мог запросто заполнить данный топ с собой любимым. Но нужно выбрать что-то одно, хоть это и нифига не просто. Я долго чесал репу и думал, думал, думал. Короче, в итоге надумал на вот эти третьи Леброны в версии Супермен. Очень стильные кроссовки, в невероятно годном колорвей. Если вы не согласны с моей столь высокой их оценкой, тогда вы просто еще не пробовали эти кроссовки. Ну или еще какая беда, но это уже к психиатру. Шутка. В любом случае, с очередной победой вас, ваше величество. Вот такая у нас январская расстановка приключилась. Но погодите расходиться, я еще не заканчиваю. Ведь, как вы догадались, настало время традиционной угадайки. Начать хотелось бы со слов благодарности ваш адрес. Ведь в прошлый раз вы, как бы это сказать помягче, очень активно поучаствовали. Поэтому от всего сердца благодарю вас за это. Да, и еще. Пока я не начал, скажу, что в расчет не брались результаты, когда вы называли сразу две кандидатуры. Учтите подобное на будущее. Но давайте по порядку. Самый популярный и при этом неправильный ответ Кайл Кузма. Так посчитало 84 человека. Второй по непопулярности вариант это Свят Михайлюк. 31 голос. Кто там еще? Коби 15, Инграм 12, Джевейл 8. Из Казуистики назову по одному голосу за Клея и 3 за Эзею Томаса. Правильный вариант, конечно же, Лонзо Болл. Какие из вас, кто угадал, можете начинать гордиться собой прямо сейчас. Ведь вы молодцы. Таких набралось аж 83 человека. Да, отдельно порадовали ваши дедуктивные выкладки. Ну что, раз вы у меня такие крутые, придется серьезно так усложнять дело. Давайте-ка проявите смекалку или чего там у вас есть и попробуйте отгадать вот этого персонажа. Да, народ, в прошлый раз вы оставили 300 с лишним голосов. Признаюсь, такого еще не было. А давайте побьем эту цифру. Так что угадывайте. А результат я подведу вероятнее в выпуске, посвященному всезвездному уикенду. Если он, понятное дело, будет. А для того, чтобы он все-таки свершился, от вас потребуется самое малое. Оставить свой самый значимый кроссовочный лайк, проголосовать, ну и репостнуть. Если, конечно же, не в тягость. Короче, все как обычно. Ну а на сегодня все. Всем удачи и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...